Птичек жалко. По крайней мере, им так кажется. Я не шоумен и не должен каждый вечер устраивать там или день шоу. Но я надеюсь, это было в планах? Нет, в планах. Обрадовали? А почему тройку самовольно начали? А кто сказал, что самовольно? Мы сделали это за большие деньги, в более сжатые сроки. Наконец-то. Наконец-то, да. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Я получаю много писем от наших партнеров, которые задают вопросы. Основные я сформулировал как-то и хотел бы сегодня вам задать. Ну, во-первых, очень многие люди интересуются, почему вы, по крайней мере, им так кажется, реже начали давать нам интервью и уделять свое внимание как службе новостей, так, соответственно, и нашим партнерам, для которых мы и работаем. Ну, мне кажется, не меньше. Я ведь не шоумен и не должен каждый вечер устраивать там или день шоу. Работы много, и я осуточен сейчас на другой работе, а не тем, чтобы давать какую-то информацию о нашей работе. Кажется людям, что, в принципе, новости, помимо того, что вы реже появляетесь, кажется людям, что новостей стало меньше. Так ли это? Нет, новостей меньше не стало. Просто некоторые новости идут в закрытом формате, потому что не о всем можно говорить. Все ждут новостей, допустим, об адресных проектах, а как раз эта тема на данном этапе закрыта. Поэтому мы над первым адресным проектом будем давать информацию, когда будут подписаны контракты, договоры, когда уже ничего изменить никто не сможет. Спасибо большое. Но можете ли вы хотя бы намекнуть на то, что происходит, в каких сферах, в каких направлениях областях? Ну, в соответствии с планами работы. У нас 15 этапов, мы их выполняем. Вообще этапы — это вектор направления движения. И там есть две составляющие в закрытии этапов — это выполнение определенных работ и финансирование, ну и время. Если один из факторов как бы исполняется, то этап закрывается. Так вот, да, по этим этапам многие работы мы должны бы закончить в этом году. Но есть форс-мажоры, мы не можем все предусмотреть. И, например, даже Литва отбросила нас года на полтора, если не на два года. Заблакивали счета, отняли деньги все, имущество. И попытались создать имидж, что я русский шпион. В 2014 году Анатолий Юницкий создал несколько компаний в Литве, которые должны были заниматься строительством тестового полигона Skyway на арендованном земельном участке в свободной экономической зоне Шауляй. После серии негативных публикаций в местных средствах массовой информации прокуратура Литвы инициировала в отношении компании Анатолия Юницкого проверку по подозрению в осуществлении незаконной финансовой деятельности. Вследствие этого автор и разработчик Skyway вынужден был осуществить релокацию проекта в Республику Беларусь, где в апреле 2015 года в городе Марьиногорка Минской области началось строительство испытательно-демонстрационного центра струнного транспорта. В июне 2017 года расследование Литовской прокуратуры было прекращено в связи с отсутствием доказательств по выдвинутому обвинению. На сегодняшний день генеральный конструктор Skyway так и не получил официальных извинений со стороны литовских властей. И представьте, я два с небольшим года назад приехал в Беларусь, а фактически был один в поле. И за два года с небольшим, посмотрите, что мы сделали. Постойно три тестовых участка. Разгонный участок высокоскоростной, это и городская трасса, где струнная ферма. Это два типа трасс городской, легкая и провисающая. И уже заканчивается строительство грузовой трассы. Кстати, например, легкой системы городской не было в планах, а мы ее построили. У нас не было в планах юнибайка, а мы его изготовили. Сейчас он не в экотехнопарке, он едет, кораблем плывет в Эмираты, потому что он будет выставлен на выставке в Дубае в апреле месяце. Мы спроектировали и изготовили юникар 18-местный. Это не было в планах. Мы спроектировали, изготовили и будем в этом году сертифицировать юнибус берельцевый, который едет по двум рельсам 48-местный. Из него можно составить поезда и взять любую вместимость. Этого не было в планах. У нас есть уже в собственности производство, чего не было в планах. Мы его купили. Оборудовались самым современным оборудованием. Дорогим доставящим, дорогостоящим. Тоже лазер, промышленное стоило где-то 500 тысяч долларов. Я надеюсь, это было в планах? Нет, в планах тоже нет. Там не было производства как такого. Там была демонстрация и изготовление имелось ввиду сторонними силами. Но когда мы начали работать, то оказалось, что если мы отдаем кому-то партнерам подряд, то сроки затягиваются, получается дороже, качество низкое. И в целях повышения эффективности было решено с собственными силами это делать. И оказалось, мы сделали это за меньшие деньги, в более сжатые сроки и более качественно. Мы организовали производство мотор-колес. Мы сами делаем электродвигатели. Этого тоже не было в планах. У нас в собственности уже этот офис, четверхэтажное здание, где размещено более 300 человек, где-то 350. Это часть нашей компании. Потому что еще одна часть находится в торговом центре «Титан», где мы раньше находились. Там тоже этаж куплен нами в собственности. Этого тоже не было в планах. Потому что зачем платить арендную плату годами, когда можно иметь собственное помещение, если появится необходимость, можно продать и вернуть деньги. Это же более грамотно, да? Мы спроектировали грузовую систему для перевозки контейнеров и Unicont. Этого тоже не было в планах. То есть эти 15 этапов не догма, а руководство к действию? Какие-то ориентиры? Это вектор, да. Но, предваряя ваш вопрос, наверное, у вас там есть вопрос, где высокоскоростная. Есть. Есть. Многие задают такой вопрос. Многие задают вопросы. И там тоже есть объективные причины, почему мы не приступили к строительству этого комплекса высокоскоростного, хотя вся проектная часть сделана. Мы спроектировали высокоскоростной Univus, который зовет скорость 500 в час. Мы его изготавливаем уже, он в производство, и мы его повезем, покажем на выставке InnoTrans 2018 в Берлине. Я думаю, это будет изюминка экспозиции вообще. Ну, как были Unibike и Unibus два года назад. Да, высокоскоростной, где 500 км в час. Ну, я не знаю, кто-нибудь демонстрировал на InnoTrans такие машины? Думаю, нет. Я тоже думаю, что нет, да? Мы спроектировали саму дорогу, эстакаду со всей инфраструктурой. Вся проектная организация сделана. Ну, а когда мы стали отводить землю, то не то, что возникли там проблемы. Затянулся отвод земли под тестовый участок высокоскоростной. И такие банальные причины. Я даже писал письмо президенту, просил помочь ускорить отвод земли. И администрация президента ответила, что они не будут беспокоить президента по пустякам. И наши аргументы о том, что это нужно Беларуси, очень неубедительны. А по пустякаме ответили, что птичек жалко. И будет видимо, невидимо много выбранных деревьев, ценных пород. Хотя там идет по болоту вдоль федеральной трассы. Ну, ясно, что это надуманные причины. Мы работу как бы не бросили, но ходить годами по кабинетам это самая цель. Так что выхода нет? Нет, мы продолжаем эту работу, но не делаем ставку на то, что надо построить здесь, а работаем и в других странах. И у нас есть несколько альтернативных вариантов. Они сейчас в работе и через где-то полтора-два месяца я уже сообщу результаты. Прекрасно. Обрадовали? Так что нет, нет, все. И там очень быстро мы построим. Представляете, мы хотели строить там, где половина трасс это болото. Смотри, как тяжело в болоте строить, да? Как тяжело лес рубить ценных пород, охранять птичек и так далее. А можно по своей стране, где птичек нет, деревень надо рубить, и болот нет, и охранять не надо. И окажется, зимы нет, где сильные морозы, и строить и легче, и дешевле будет, и проще, и быстрее. Спасибо большое. И, кстати, насчет стройки. Очень многие спрашивают, прочитав все наши вот эти разрешения, вот экотехнопарка, объекты и так далее, А почему стройку самовольно начали? А кто сказал, что самовольно? Там где-то написано, что... Нет, так это самострой, это значит, что самовольно. Дело в том, что если бы мы подходили традиционно, то мы до сих пор согласовывали. Ничего бы не было. Там был бы Бурьян и Яна. Танковый полигон. Поэтому это было согласовано с местными властями, что для ускорения работ мы как бы запараллели вам вопросы согласования, утверждения и строительства, проходя, естественно, все экспертизы. Поэтому это не совсем так. Это надо было так записать в документах, потому что это, ну, согласно нормативам. Так, да? А на самом деле мы самовольно ничего не строили, все, что было по графику, и мы все это согласовали. Спасибо большое. И так было проще ввести в строительство. Вот таким образом. А мы уже несколько объектов, то есть фактически Экотехнопарк, там несколько объектов мы уже ввели в строй и получили соответствующие документы. Спасибо большое. Вы уже упоминали адресные проекты, сказали, что эта тема закрытая, поэтому не буду задавать вам этого вопроса. Но, тем не менее, что происходит в Экотехнопарке, в общем-то это демонстрационный центр, поэтому никаких секретов там нет. В связи с тем, что он уже введен в действие, объекты приняты и так далее, наверняка грядущий Экофест затмит все предыдущие. Расскажите, что же там будет? Я думаю, да, но я не могу все сказать, там некая интрига должна быть, так ведь. Но мы покажем то, что много чего, опять же, не было в планах. На это не было финансирование, кстати, поэтому мы еще раз повторяю, делом больше, чем планировалось заменьшить деньги. И быстрее, чем планировалось, так. И поэтому много будет показано, что, опять же, не планировалось, на это не было денег, но мы это, тем не менее, делаем. Во-первых, мы еще покажем один тип дороги, она будет суперлегкая и будет дешевле даже того, что мы показываем наших легкой путевой структуры в разы. То есть она по эффективности будет такая же, а по структурности будет раза дешевле. Мы это покажем. Мы покажем еще два типа систем транспортных. В самых крупных в мире дрон. Такого дрон нет нигде. Ни в Штатах, ни в Германии, ни в Японии. Нигде. У него уже подъемность больше тона. И не потому, что мы хотим просто вот что-то показать, чего другие не делали. Даже когда нам надо было строить в Беларуси вот скоростную дорогу по болоту, то вопрос, а что к каждой опоре надо прокладывать дорогу, чтобы свайзу или опору поставить. Поэтому нужен дрон, который бы возил грузы, элементы, опор, путевой структуры весом порядка тонн. Для строительства? Для строительства. А как же реку пересечь? А как в горах строить? Это необходимо. Ведь если традиционный вертолет арендовать, то это будет миллионы долларов в год. Все равно это будет зависеть от кого-то. А здесь собственно техника может строить. Поэтому покажем этот дрон. Летом на Экофисте? Да. Вау. Ну катать естественно не будем. Это же дрон, он грузовой. Но покажем, как он взлетит с грузом тонн. Покажем. Мы сможем катать на нашем подвижном составе наших инвесторов. Наконец-то. Наконец-то, да. Мы покажем собственный электромобиль, который нет в мире подобного. Он социальный. Он в первую очередь предназначен для людей с ограниченными возможностями. Для колясочников. И таких тромобилей нет, когда водитель может сидеть в коляске инвалидной и управлять автомобилем, не слезая с коляски. Помню о том, что у нас много инвесторов с ограниченными возможностями. Я обещал им в свое время помочь. Я полностью обещал им. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Очень интересная сегодня получилась беседа. Я, подводя итог нашему разговору, хочу лишь пожелать вам воплотить все ваши благородные цели в жизнь. Спасибо. Спасибо.